Эволюция плёночных фотоаппаратов во всём разнообразии. Большинство моделей из коллекции Алексея Ковязина до сих пор в рабочем состоянии. Среди самых старинных экземпляров фотоаппарат марки «Стефан». Его производили в Петербурге в конце 19-го – начале 20-го века. Эта модель датируется 1902-м годом. Ставился объектив, соответственно, визирное окно, через которое наводилось резкость на картинку. Потом окно отбрасывалось кверху и ставилась кассета. Кассета двусторонняя, то есть у неё с двух сторон крышки, куда ставилась плёнка или пластинки. Затем открывалась крышка или срабатывал затвор и делался снимок. Такую модель использовали для парадных фотографий. Да и сам аппарат – настоящее произведение искусства. Сделан из красного дерева, кожи, стекла и металла. В основном Алексей собирает советские и зарубежные ретрофотоаппараты 20-го века. Золотого в истории фотографии. По специальности он инженер, поэтому в моделях привлекает красота конструкции и технические решения. Я понял, что надо их собирать, потому что эпоха уходит. Причём страны СССР уже нет, а наследие её осталось. И надо было его как-то зафиксировать хотя бы для себя, ну, может быть, и для кого-то. Поэтому я сам себя называю не коллекционером, а собирателем. Вам никогда не хотелось сделать какой-то, ну, такой мини-музей открыть? Хотелось, но открыть музей во Владимире – это очень дорого и, скорее всего, не получится. Хотя желание такое есть. Увлечение фотоаппаратами началось с юности. Основой для коллекции стала личная техника. Первой студенческой покупкой был вот этот Агат, произведённый в 80-е годы. Сейчас в коллекции Алексея Ковязина более 130 экземпляров. Стоимость моделей колеблется от 1000 рублей до десятков тысяч. Новые экспонаты ищут вместе с сыновьями на рынках у коллекционеров и на интернет-аукционах. Там, кстати, можно найти уникальные модели. Вроде этого американца фирмы Девре. Информации про него мало, потому что это единственный фотоаппарат в линейке фирмы Девре, который выпускал его в 1928 году в Чикаго. Он описывался как единственный оставшийся в Соединённых Штатах, ну и, соответственно, в мире, потому что американские фотоаппараты в то время не вывозились. Феды, Зорки и Зениты – мечта советских фотолюбителей. По мнению коллекционера, они уступали в качестве только немецким. А вот американцы и англичане долгое время догоняли советское производство. В 60-е годы в СССР была даже выпущена модель для создания объёмных стереоснимков. Их можно было рассмотреть только с помощью специальных очков. Увидеть так много разнообразной техники в одном месте – большой подарок для фотолюбителя, говорят посетители выставки. Очень много интересных фотоаппаратов, и мне было тоже интересно так узнать, какие существуют модели, марки. Я сама недавно увлекаюсь плёночным фотоаппаратом, нашла у папы «Зенит». Выставка ретро-фотоаппаратов будет работать до 23 апреля. Маргарита Махрова, Артём Корчаков, 6 канал.